здравствуйте сегодня наш ролик будет посвящен кофе и не столько напитку сколько растению наверное все любители кофе знают что это растение которое растет на аравийском полуострове и аравийский полуостров родина растений кофе а дальше семена разошлись по другим регионам но все-таки это больше азия это колумбия эквадор мексика это индия но самый дорогой кофе выращивают именно на аравийском полуострове и ботаническое название кофе называется кофе аравийский который мы больше знаем как кофе арабика есть еще очень редкие дорогущие сорта кофе но на наших подоконниках лучше всего вырастет именно кофе аравийский или кофе арабика как посадить кофе для этого достаточно в землю поместить зернышки но не те жареные зернышки которые продаются в пакетах магазинах а зеленый не обжаренный кофе они взойдут и вот здесь в этом горшке посажено несколько кофе зернышек кофе и получились вот такие кусты можно приобрести вот такие вот саженцы кофе в магазине и они обычно продаются вот именно вот такими кустиками что делаем дальше вообще кофе это деревце у него довольно таки длинный ствол поэтому можно посадить их и как группы и выращивать таким пышным кустом а можно по отдельности и формировать в виде деревца сложно ли вырастить вот такое растение у себя на подоконнике вырастить его не сложно но нужны определенные условия кофе должен всегда находиться во влажном грунте и здесь есть две крайности можно засушить а можно перелить и вот для того чтобы не образовалось ни одного и не другого а и засушивание кома и перелив погубит ваше растение сажаем кофе в высокий горшок и на дно насыпаем такой хороший слой дренажа так чтобы корни не касались воды и чтобы вода не застаивалась в корнях при малейшем недоливе листья кофе опадают и на нем начинается образовываться такие черные пятна это такой специфический грибок который образуется вот именно при недоливе этого растения влажный воздух кофе не нужен но он хорошо отзывается на опрыскивание и где-то раз в недельку растений можно опрыскивать подкармливаем растение комплексным минеральным удобрением желательно чтобы там были микроэлементы и ставим его в очень светлое место но не на прямые солнечные лучи на южной стороне летом кофе лучше не держать если вы его держите на южной стороне его легкой занавеской лучше прикрыть можно ли собрать урожай кофе у себя на подоконнике можно но конечно это будет не тот урожай который собирают на плантациях но через лет 10 на чашку кофе можно будет своих зори нарвать кофе цветет белыми цветками цветки довольно-таки невзрачные белые 4 лепестка всего у цветка но аромат очень свежий насыщенный он чем-то и напоминает цитрусы и чем-то напоминает ландыши чем-то напоминает жасмин и когда цветет кофе вот чувствуется сразу вот этот аромат зацветет вот эти вот зацветут эти вот саженцы не сразу они еще порастут и где-то году через три-четыре они зацветут вот такое растение для любителей кофе для любителей экзотики станет очень интересным а наши советы помогут правильно его вырастить чтобы растение у вас было высокое и зацвело